Привет! Мы с вами сейчас находимся рядом со станцией метро Преображенская площадь Красной Ветки. И здесь по Преображенскому району, от улицы Преображенский вал и до безымянного проезда проходит 3-я Черкизовская улица с односторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в сторону улицы Преображенский вал. Ну и длина ее всего 300 метров. Такая небольшая улица, скорее больше на проезд похожа, чем на улицу. Ну и однако улица довольно древняя, названа была еще 18-15 веках, по находившемуся здесь тогда подмосковному севу Черкизово, которое вошло в Тосов Москвы уже ближе к началу 20 века. Ну и раньше, надо сказать, что черкезских улиц было очень много, даже целых 20 черкезских улиц, то есть 5 и 1, и 2, и 15, и до 20. Ну как вот сейчас, допустим, есть 16 парковых улиц, а черкезских было еще даже больше, было даже 20. И еще было 5 черкезских переулков. Ну а до нашего времени никаких черкезских переулков не сохранилось. Одна улица, только лишь осталась именно третья черкезская улица, которая фактически превратилась уже даже не в улицу, а вот такой внутриквартальный проезд небольшой транзитный. Ну в основном транзитный. Вот и все. Ну и номер улицы не стали убирать. Так, оставили третья черкезская, хотя, конечно, можно было бы назвать просто черкезовской улицей. У нас все-таки больше других черкезских улиц нету. Есть большая черкезская, но это все-таки другое название. Да, это просто можно было бы на черкезе. Ну и решили назвать такое историческое название. Остальные улицы все застроены, очевидно. Они тут рядом где-то проходили с этой улицей, но теперь их уже нет. И все, что числится по этой улице, это только одно трехэтажное офисное здание, причем под номером 14. Ну, наверное, раньше там ставили еще рядом какие-нибудь дома деревенского типа, такие небольшие, типа баранков, может быть. Ну и всякие нежилые строения, но теперь их нету и остался вот одно только здание под номером 14. Все остальные объекты, которые у них находятся, ну их не так много, здесь вот такие жилые дома и некоторые другие, они у самого относятся к соседней улице, ну прежде всего к улице Преображенский вал. Вот, ничего интересного, естественно, здесь нету, вот, хотя место такая довольно интересная исторически. Вот, ну а так от метро Преображенской площади, а легко таки пешком, через дворы там жилых домов, ну или через улицу Преображенский вал. Ну, вообще, транспорт по улице не проезжает приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.